Разговор продолжился на сцене. В зале собрались продюсеры, режиссеры, сценаристы, а также представители других телевизионных профессий со всей страны. Лучших выбрали по 19 номинациям на церемонии вручения статуэток. Побывала и Карина Насрудинова. Арина Шарапова, Михаил Ефремов, Владимир Познер. Лишь некоторые имена из звездного списка гостей конкурса. Еще до начала праздника один из самых известных отечественных телеведущих в интервью нашему телеканалу рассказал о незаменимости регионального телевидения. Зритель должен больше доверять своему, потому что этот человек с ним разговаривает о том, как он живет конкретно. Он, может быть, иногда этого человека встречает в трамвае или еще где-то. То есть это свой человек, который говорит с ним о его проблемах. Программа о спорте, программа для детей, интервьюер. Всего 19 номинаций. Кроме того, члены жюри присудили спецприз за вклад в развитие регионального телевидения. Его уручили генеральному директору ТРК «Новый век» Ильшату Аминову. А передача «Дымнар» наших коллег из телерадиокомпании «Казань» стала лучшей еженедельной информационной аналитической программой. Перехватывает дыхание, очень трудно говорить. Вы знаете, спасибо огромное. Это очень ценно для нас, что именно вот на этой сцене у нас в республике информационная аналитическая программа на татарском языке получает такой достойный приз. Победа на ТЭФИ регион нелегкая в обоих смыслах. Во-первых, позади недели напряженной борьбы между лучшими региональными журналистами. А во-вторых, вес главного приза, символа телеконкурса, более 6 килограммов. Чтобы попасть в «Казань», бронзовые орфеи проделали путь через океан. Их отлили в американской мастерской автора Эрнста Неизвестного. Продюсеры, режиссеры, сценаристы, корреспонденты, операторы со всей страны за дни конкурса не стали одной большой семьей. Победе одного радовался целый зал. Да и сами новые обладатели заветных орфеев не скрывали эмоций. Очень приятно держать в руках бронзового орфея, тем более, что мы к нему долго шли. Мы приехали в «Казань» за тем, чтобы взять орфея. Теплые слова в адрес конкурсантов сказал и премьер-министр республики Ильдар Халиков. Со всей большой страны лучшие телевизионщики сегодня здесь, в этом зале, за этим столом. Лучшие профессионалы, лучшие не только сегодняшнего, но безусловно завтрашнего дня. Те люди, которые творят это большое, яркое, красивое искусство под названием телевидение, выбрана площадка именно Татарстана и именно Казани, мы искренне очень благодарны. Теперь ТЭФИ «Регион-2012. История». Где финал одного из самых престижных телеконкурсов страны пройдет в следующем году, пока неизвестно. По словам организаторов, несмотря на то, что конкурс только подошел к концу, первые заявки на проведение следующего уже есть. Карина Насруддинова, Равка Дзядинов, Вести Татарстан.